Добрый день! Я, Любовь Акильна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня мы продолжаем беседу с отцом Некандром, настоятелем храма в честь священному ученика в Ласе в Москве. Очень добрый день! Добрый день, Любовь Сергеевна! Такая у нас интересная с вами завязалась беседа в прошлый раз, такая жизненная, которая затрагивает все стороны нашей жизни. Я думаю, что тут с удовольствием мы ее продолжим. Итак, благоверный князь Александр Невский. Мы отмечаем, продолжаем отмечать его юбилей. Преподобный Сергий Радонежский. Это юбилейный год для нашего любимого русского святого. А вот помните, наверное, да, сколько же лет назад, уж прилично, конечно, прошло, была программа очень интересная по телеканалу «Россия», имя «Россия». Да, и когда князь Александр стал именем «Россия». Да, 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 и переломил ситуацию, вот насколько я понимаю, тогда, потому что по всем данным лидировал Иосиф Виссарионович Сталин. Просто по всем уже, мне кажется, коммунисты такую победу уже праздновали. И переломил ситуацию тогда митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, нынешний наш святейший патриарх, дай ему Бог здоровья. И он просто переломил тогда ситуацию с Александром Невским. Он так замечательно говорил об этом святом. Александр Невский вырвался вперед, действительно, наверное, уже и молитвами, и проповедью святейшего. И он получил первое место. Любовь Сергеевна, вы знаете, на самом деле здесь, правда, прям совершенно большая и значимая роль именно в выборе Александра Невского как имени России принадлежит святейшему патриарху. Это безусловно. Потому что он именно смог благодаря своей харизме раскрыть вот именно вот эту всю сердцевину, которая была скрыта историческими пластами, мнениями людей, какими-то непроверенными фактами. А вот святейший тогда смог показать то, о чем мы не говорили, и то, чего мы не видели. Но вот мое личное мнение, что общество не услышало тогда. Да, проголосовали, да, выбрали. Но потому, как дальше развивалось и то, к чему мы пришли сегодня, это, знаете, как опять же в Евангелии есть такой образ, помните, когда вышел сейтель сеять, да, и когда семя упало на каменюстую почву, да, и не смогло взойти. А здесь именно тот случай, когда упало в почву, и когда выросли сорняки, которые затмили все это. Да, святейший смог появить посеять тогда семя, но мы в своем сердце не смогли его прорасти настолько основательно, чтобы все-таки стать на путь изменения нашего общества. И вот наш мир начали потрясать катаклизмы, да, это мы сейчас видим, что и это коронавирус, да, был, и сейчас ситуация очень непростая на Украине, поэтому Господь начинает нам тихонечко, но очень аккуратно показывать, что нужно меняться, нужно меняться. Вы знаете, для того, чтобы в то время та фигура взошла, о чем вы говорите сейчас, совершенно справедливо, мне кажется, не хватило некой государственной даже воли. Да, я согласен. Мы же помним, как снимался фильм Александр Невский, 1939 год, «Изенштейн», совершенно гениальный фильм, из Черкасса в главной роли, он просто потряс тогда, по-моему, всех. И посмотрите, в 1939 году он был снят, в 1939 году его сняли, то есть он в прокат уже не выходил, потому что некое перемирие наступало с Германией, посчитали, что это не нужно, фильм не кстати, а в 1941 году, как он воспылал. Но был снят фильм, то есть, да, то есть вот та самая почва, то самое семя, вернее, о котором вы говорили, о котором посел святейший, оно было, создали этот фильм, смогли, и мощный фильм. Там сейчас говорят, то он вот как это Александр Невский, там ни разу не перекрестился, но мы уже забываем эти детали, в 1939 году, ну, понятно, 1939 год. Но то, что был показан человек, который действительно готов пожертвовать всем, и люди рядом могли, это было. И вот взросло оно, и орден появился Александра Невского, и люди вспоминали. То есть в то время, вот, все-таки надо было помочь церкви, святейшему, вот, вспахать это поле. Я согласен. А фильмы-то не, вот, после этого, как раз, может, было бы на волне, сделать шедевр. У нас же есть по-прежнему, слава богу, хорошие актеры и режиссеры, которые могли бы это сделать. Не сделали. Могли бы издавать книги. Не сделали. Ну, поэтому Господь вмешался и помог нам сейчас, немножко нас потряс, чтобы мы повернули свое зрение внутри себя. А сейчас, когда, вспомните, часть мощи Александра Невского, ковчежцы нас привозили в Белоруссию, сколько там было народа, сколько паломников пришло, приносили в храмы, в монастыри, в другие города, это же по всей России, сколько народу уже к ним ушло. Уже, да, потребность в этой фигуре наступает. И вообще, мне кажется, знаете, Любовь Сергеевна, сейчас такое время удивительное, когда нам всем нужно понять, что хватит смотреть по сторонам. Мы все время ищем. Ищем, да. Запад, Восток, где-то впечатляемся, куда-то едем, смотрим. Сейчас настало время смотреть внутрь себя. И внутрь себя, как человека, и внутрь себя, как русской нации. У нас вполне много своей самоидентичности во всем, в культуре, в литературе, в архитектуре, во всем. Все то, что в образовании, в медицине, в науке, все то, что может и послужить для базиса нашего будущего. И сейчас я очень рад, что все эти происходят события, которые помогают нам повернуться и посмотреть вглубь себя, и начать рассматривать, что значит быть русским. Вот как раз таки в связи с этим и так очень уместно вспомнить преподобного Сергия, да, что это имя русского человека, сердце, сердце русской нации. Преподобный Сергий нам показывает именно, что значит быть русским, да. Вот это неотъемлемое свойство русской души, это, можно сказать, что в каждом из нас при рождении заложен такой маленький преподобный Сергий, который, и наша задача вырастить его в полную меру, чтобы мы смогли, ну, не потерять все то, что имеем на сегодня. Вы знаете, у меня такие были впечатления, до сих пор вспоминаю, совершенно детские, мне тогда было, наверное, лет пять, вот не больше. И тогда было принято ездить и ходить в гости. Это сейчас люди практически друг к другу в гости не ходят и не ездят. А у нас были родственники в Сергиевом посаде, тогда он назывался Загорск. Это был единственный город, ну, естественно, родители едут, меня берут, это же рано вставать, это электричка, господи, как все это нужно, что ж такое-то, опять в какие-то гости, опять куда-то едем. Единственное, знаете, город, когда я не сопротивлялась и ехала абсолютно хорошо, я это очень хорошо помню, вот впечатление пятилетнего ребенка, это был Загорск. А тогда можно было зайти и в Ларусь. Я почему-то выходила, и мне там было очень хорошо, вот я как-то ребенком, вот сейчас бы я сказала, благодать какая-то городская, а когда я слов таких не знала, вы знаете, ну, какое-то невероятное чувство счастья, когда вы туда приезжали, меня вот совершенно посещало, я была абсолютно счастлива в этом небольшом городе и даже просилась, отвезите меня в Загорск, отвезите меня в Загорск. Знаете, вот, видимо, он пропитан этот город. Духом. Да, духом Сергия, что даже дети уже в советское время это ощущали, просто не могли это высказать. Я просто сейчас так думаю, что это именно Сергия, потому что, ну, а что еще там такого могло быть Сергия в Посаде, да, что... Ничего примечательного, кроме Ларуа там нет. Да, вот что, да, хорошие люди, наши родственники, но все равно, тут вот абсолютного счастья, какого-то неземного, и я, и оно у нас такое сильное, что, поверьте, я его помню с пяти лет. То есть, до сих пор я его помню. Вот такой вот Сергий. Сергий на самом деле очень уникальный, удивительный. И вот, как мы с вами в прошлый раз говорили, если благоверный князь Александр это образ благородства и мужества для нас, для современных людей, то преподобный Сергий это образ кротости и смирения. И нам тоже зачастую не хватает в нашей обычной жизни быть кротким, потому что Господь сам говорит «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо кроток есть не сперен сердцем». Вот это же такие, знаете, все бусины на ожерелье человека, который украшает любого христианина. Святитель Анзотаус говорит о том, что, например, женщину не красят волосы, да, или дорогие украшения, а украшает смирение и кротость, да, и ее сердце. Молодой человек это то же самое, такое же украшение. И я тоже считаю, что мы сейчас начинаем все больше и больше терять эти добродетели. Это прекрасные, прекрасные добродетели, когда ты сталкиваешься с кротким человеком, который не скорбит тебя, который не нахамит тебя. Да, он может постоять за себя, да, он может твердо свою точку зрения обозначить и следовать ей. Да, у этого человека есть определенные жесткие, твердые принципы, основанные на заповеди, безусловно. Но в общении с другим человеком он всегда кроток, понимаете, он всегда смиренен. И общение с таким человеком всегда приятно. Ты ищешь этого общения, ты тянешься к нему, не даром с преподобным, преподобным будешь, а с остроптивым растратишься, да. Вот нам пора уже не развращаться с остроптивыми людьми современного мира, а пора уже тянуться к преподобным. Нам очень важно об этом думать и размышлять. Не думать об этом нельзя, потому что наша задача уже сейчас ставить перспективу развития на годы вперед. Что мы получим через годы, мы должны заложить сегодня в наших современных детей. И даже, я даже бы сказал, не только в детей, а вот в тех молодых людей, которые лет через год, через два, через пять станут родителями. То есть нам сейчас очень важно заложить именно вот в это поколение основополагающие принципы морали, нравственности, любви, чтобы они смогли уже зачать и родить ребенка, воспитать совершенно в ином качестве, чтобы мир наш преобразился. Но помимо кротости, помимо смирения, преподобный же был человек, каковы бы слово-то мне подобрать, как вы говорили, ответственным. Вот ответственным. Посмотрите, Дмитрий Донской поехал же к нему, да, и здесь кротости, смирения сочетались с таким невероятным мужеством и мудростью, и ответственностью. А ну, как Дмитрий же, не скрою, он колебался перед Куликовской битвой. Но это нормально, это естественно, потому что мамай до то время это самое передовое, самое мудроное, самое сильное, самое обученное войско, равному которого не было. И вот он собирался выступать, дабы поднять дух русского народа, потому что он совершенно тогда упал. Как кто-то сказал, что русские тогда впали в положение сытого, но рабства. Ну, то, что сейчас происходит. Сытый, но рабство. То есть вроде все успокоилось как-то, да, там, с ордой, ну, дань, платье, ну, иго, ну, что, давайте там дальше. Ну, Любовь Сергеевна, мы же сами вот увидим, что сейчас тоже есть орда, и мы тоже платим дань. Надо было, вот, толкнуть народ, показать, слушайте, ну, вы вспомните, что вы русские, что мы рабами-то никогда не были, давайте все-таки поднимемся. Он же едет к Сергию, то есть он понимает, кто может взять на себя ответственность. Я думаю, что преподаватель Сергей помог, помог эту ответственность обрести благоверному князю Дмитрию. Я обрету. Он помог ему раскрыть глаза на самого себя и на все то, что в нем внутри жило, но что, быть может, он боялся увидеть, что в нем это есть ответственность, что просто нужно было это уверенное, ободряющее слово от человека, умудренного духовным опытом. Поэтому, конечно же, он поехал и получил его. И он получил благословение и преподобный сказал, иди, победишь. Но многие погибнут и воины пошли. Вот это... Но, Люба Сергеевна, здесь очень важно, нужно не забывать, что лежало в основе и этой битвы, и благословения преподобного Сергия, и жизни князя Дмитрия Донского. Христос. Христос. Это самая самополагающая база всех успехов и всего того, что было в жизни преподобного Сергия и князя Дмитрия Донского и нашего Отечества. Безусловно, это благословение Господа и жизнь в промысле его, это все сошлось в этой точке. И нам очень... Нам нужно об этом говорить. Мы не должны стесняться этого. Конечно, Дмитрий Донский был глубоко верующим человеком. Это мы прекрасно знаем. И все историки, которые как-то не зашорены и вполне объективны, они все говорят, что это был очень... Ну, да, потому что в советский период мы не могли в этом говорить, потому что было государство атеистическое. Он был воином, воином глубоко верующим, воином. И все свои победы он посвящал Богу. Он их к себе-то не приписывал. Вот так это еще одно, еще одно уникальное качество для современного человека. Ничего. приписывать Богу, да, и понимать, что благо идет от Господа. И наша возможность мы можем удержать в руках, если мы постараемся все то, что Господь дает. Это от нас зависит. Но дать или не дать, это уже от Господа зависит. И нам нужно все-таки возрастать в мудрости, чтобы научиться различать, где есть воля Божия, да, а где есть чисто воля человеческая, которая никак не колерирует и не связывается с волей Божией. И посмотрите же, в Дмитрию Донскому было какое явление, какое утешение от Господа, явление иконы Николая Чудотворца в угреше. Да, он идет в поход, и ему иконы, ему Николай Чудотворец, то есть как добрый знак, как покровительство, он вдруг обретает эту икону и потом строит монастырь по обету на этом месте. И, кстати, ну тут разные чтения, разные чтения, разные какие-то мнения. На стяге у него был Спас, это великокняжеское знамя, такое, но темно-бордовое, темно-бордовое, огромное, очень красивое. Со Спасом некоторые историки говорят, очень серьезно, что изображался не Спас, а Эммануэл. Ну, собственно, да. Я думаю, что сути не меняет. но сути это не меняет, то есть кто был изображен Господь. Господь. Да. Вот еще хотел бы немножко добавить. В послании к римлянам в первой главе апостол Павел пишет о том, что он желание, как говорит, желание моего сердца и молитва к Богу, чтобы Израиль спасся. И дальше описывает о том, что Израиль живет под тенью благодати закона. А он говорит, что я желаю, чтобы уже из этой благодати закона мы перешли в благодать Христову. И вот я тоже вспоминаю таких великих подвижников сегодня и благоверенную князь Александра и Дмитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского тоже вот хочу повторить эти слова апостола Павла и о том, что желание Церкви Христовой сегодня безусловно, чтобы мы уже вспомнили о том, что благодать закона прекрасна и жить по заповеди Ветхого Завета, которую Моисей оставил для нас Господь, это приемлет и дает жизнь тем людям, которые исполняют закон, дают земную жизнь. И мы видим, что она наполнена и радостью, и земными благами, но все это немножко неполноценно, потому что в ней нету спасения. Жизнь есть, как и у животных есть жизнь, но жизнь должна быть именно заключена в последующем спасении человеческой души, а это без Христа невозможно. Поэтому вот эти образы святых, которые мы вспоминали сегодня и в прошлый раз, они должны обязательно нам дать повод задуматься о том, что наша жизнь без Христа она, да, будет, но будет совершенно неподлинной и не той истинной, о которой бы хотел Господь, создавая первого человека и давая нам всем жизнь и бытие при рождении. То есть, по-вашему, именно это главное в образе Сергия Радонежского для современного молодого человека. Все-таки он же был монах, смиренный, сам огород закопал, а мальчику, мальчику, то что, а все более девочки. Это прекрасно. То есть, чувство смирения и чувство кротости в общении с другим, с ближним человеком, с родителями, со своими сверстниками, с детьми, это прекрасное чувство, которое, как правило, не дает возможности ошибиться. Оно правильно сейчас воспринимается, вспомнить идиота Достоевского. Для того, чтобы он правильно воспринимался, воспринимался. Ведь как его воспринимали-то? Люба Сергеевна, для того, чтобы, я согласен, что мы уже об этом с вами говорили, что идет некое искажение и смешение, для того, чтобы правильно все воспринималось, мы с вами должны стяжать чувствование Христова через чтение и исполнение заповедей Христовых. Только через воспитание в самом себе, через изучение и, как пророк Давид, поучение день и ночь, в тренировке исполнения в обычной своей жизни можно свою душу напитать евангельским духом, который будет помогать тебе определять, верно ли ты сейчас понимаешь это или неверно. Других критериев у нас с вами быть не может. Так, помимо такого кроткого отношения с ближними, вот это смирение сейчас, ну в чем оно должно выражаться? А вот вас обругали в магазине, с вами как-то поступили не так. Ну, мы знаем с вами, ну массу сейчас, сейчас, да, идешь там, тебя могут обложить, извинить, обматерить. Вот я считаю, что современный синоним, конечно, более простой, но более понятный, это уважение. Ты должен уважительно относиться к всякому человеку, который встречается в твоей жизни, к всякому ближнему. Это не значит, что ты не должен защищать того, кого обижают, да, или давать себя в обиду, но это значит, что ты должен всякий раз при соприкосновении, столкновении с ближним человеком должен проявить себя как воспитанный, культурный и образованный человек, это все является разными сторонами смирения. Это является украшением современного молодого человека, должно являться им. А девушки еще раз повторяем. Девушки, девушки, тем более. Девушка должна украшать себя не только плетением волос, да, и различными украсительствами, но и в том числе целомудрием и кротостью в общении с молодым человеком. Это настолько прекрасно, что соприкосновение с этим, оно преображает, этот союз и дает радость, подлинную радость от общения. Отец Николай, а как Вы думаете, окружение же тогда было очень интересно, и вообще XIV век, это время, оно крайне интересно, век невероятного взлета духовности, вот с моей точки зрения, в России, в русской церкви, потому что это помимо Сергея Радонежского, святителя Алексея, да, его еще называли таким вождем антиордынской партии, что ли, и кто-то из историков рассказывал мне, что даже вот он уже скончался, на вселенских каких-то там советах, соборах, до сих пор там в Константинополе все там бились, просто копии какие-то там летели, прав или неправ был святитель Алексей, что вмешивался в политическую жизнь, то есть человек уже скончался, а они все осуждали, прав он или не прав, но он был прав, вот прав, и Сергей тоже по сути дела, он вмешался в политическую жизнь. В зависимости, смотрите, нам для того, чтобы ответить на вопрос, был прав он или не прав, нужно понять, что лежало в его сердцевине жизненных устремлений, что им руководило, и что сподвигало его это делать. Это безошибочно, я могу сказать, что даже как и в случае с князем Александром, это была любовь к человеку, любовь к отечеству, любовь к человеку, любовь к своей обители, любовь к государству, это заставляло его подниматься, выходить из монастыря и идти примирять прождущих князей. Это та любовь, которая заставляла его дать пример братьям, которые приходили к нему в обитель, как относиться друг к другу. Поэтому, когда любовь, не развращенная, а подлинная, настоящая, евангельская любовь станет именно сердцем нашей жизни, тогда мы всегда будем правы. Но право, наша правда, она будет приобретать понятный смысл, если у всех людей будет схожа система координат, когда эти оси будут расходиться по Евангелию и по тем заповедям, которые Христос нам оставил. Вот удивительно. Преподобный Сергий просто действительно чудом сумел примирить Дмитрия Донского и Олега Рязанского. Ну, просто непримиримые стороны. Мы знаем, что в Рязани, Москва, там найти более заклятых друзей, там в кавычках, найти было сложно. И это только Сергею удалось. Только Сергею удалось. сегодня его вспомнить. И совершенно, как вы сказали, примечательно, что в его День памяти принесена икона Святой Троицы, которая является для нас видимым образом союза любви, который и возможен для нас в той или иной степени, чтобы мы смогли воплотить его в нашей земной жизни. Буквально две минуты у нас осталось сами до окончания программы. Отец Никита, а как вы думаете, почему Сергея Радонежского называют печальником земли русской и самым главным, что ли, русским святым? Все говорят, кто Сергий? А потому что преподобный Сергий дал нам образ, почему главный святой, да? Почему игумен земли русской? Игумен земли русской. Потому что он дал нам образ той святости, которая возможна в достижении каждому из нас. То есть мы можем достигнуть святости, взирая на его подвиг и взирая на его... Посмотрите, он не оставил никаких трудов по себе. Да, вот я об этом не говорю. Но есть его образ жизни. Некоторые высказывания остались, да? Есть образ жизни его. И мы видим, что его жизнь продолжалась в его учениках, которые вышли от него и которые сохранили. И всем нам дают тоже пример и рассказывающий, показывающий, как нам нужно жить, чтобы достижать святость уже здесь, начиная, живя этой земной жизнью. Отечественник Анатольевича, благодарю за сегодняшнюю программу. И я думаю, что очень хорошо, что народу много сейчас в лавре, показывали, просто очереди стоят, стоят. Вы не поверите, я так этому рада, потому что иногда так приезжаешь в лавру и мочи, там стоит несколько человек. Ну, все-таки, да, вот тот, кто сейчас способен, мне кажется, нас вразумить. Идем за вразумлением же к Сергию. Можно вспомнить слова великого историка, о том, что живо будет наше государство, пока не зарастет тропа к преподобному Сергию. Спасибо вам большое. Надеюсь, что будет паломников пребывать и пребывать в лавру к Сергию, так же, как в Александроневскую лавру, к мощам благоверного князя Александроневского в Архангельский собор, к мощам благоверного князя Дмитрия Донского и к другим нашим любимым святым. Сердечно благодарю вас. Такие у нас жизненные получили с вами беседы, чему я очень рада и надеюсь, что вы согласитесь принимать участие в наших программах. Спасибо, что я благодарю. С любовью и всей этой радостью. Спасибо. Благодарю вас. Я, Любовь Евгеньевна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви». Желаю доброго здравия вам, всем вашим близким и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство церкви». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова